Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на наших семейных посиделках! И мы сегодня с вами должны очень хорошо пообщаться! Поговорить о том осел! Вот нас уже 14 человек, вот нас уже 15 человек! Доброго вечера! Доброго вечера вам 17 человек! Кто откуда? Давайте сначала скажите, кто откуда и кто есть наши постоянные зрители! И тебе идет желтый цвет! Это я нашел, кстати, футболку, в шкафу валялось! Опять чай гоняют! Орел! Я из Казахстана! Добрый вечер! Двадцать человек! Мы не успели такого идти, нас уже 20 человек! Это очень приятно! Тверь! Казань! Казань! Привет! Мы как на Евровидении! Красноярск с нами! Уфа! Ой! Рада видеть вас! Здравствуйте! Я постоянный зритель! Я сейчас в Женеве! Женева с вами! Серпухов! Привет! Брянск с вами! Прикиньте, как нас перископ объединяет! Здравствуйте! Из Нижнего Новгорода! Алмата! Привет! Алмата! Ты представляешь, это вообще отовсюду! Ааа! Алмата! Прязина московский язык! Прязина Екатеринбург! Илюша очень хорошо в новой рубашке! И тут старая рубашка просто она стиралась с порошком! Наконец-то! Прикинь! Прикиньте, старая рубаха! И мы ждали встречи с вами! И сейчас покажу спину! Спина моднючая! Видите, какая! Кстати, у меня здесь такая же! По 350 рублей! Это я раньше покупал! Мы тоже рады видеть вас! И мы рады! Занимался торговлей! И у меня остались футболки! И я их сейчас сам ношу! Вот так! Мы тоже рады вас видеть! Представляешь, мам! И Алмата! И Нижний Новгород! Мы быстренько съездили в метро! Да! И прям... Вы сегодня поздно! Просто... Секси! Не! Поздно! Потому что пока в магазин съездили! Мы из магазина из метро! Быстрее! 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 Да! Там уже... Мне вконтакте! Илья! Ты не подстригся? Не! Я не подстригся! Просто у меня башка грязная! И я ее чуть-чуть так взлохматил! И вот мы быстрее-быстрее! Уже вконтакте мне пишут! Когда перископ? Я говорю! Через 15 минут! Пишут! Уже 15 минут прошло! Сменил? Сменил прическу! Да! Не то что сменил! Ну просто чуть-чуть это! Вот! Юля! Ем ваши вафли с чаем! Ой! Очень приятно! Это я писал! Круто! Как ваш день? Мы вас ждали и не спали! Вас все ждут! Прическа крутая! Мы... Как твой день? У меня день сегодня замечательный! Мне вот прям вообще... Вот сейчас последние дни у меня очень замечательные! Такие прям жизнерадостные! Вы как всегда неотразимы! Угу! У меня тоже день сегодня такой довольно таки плодотворный был! Илья и мамочка плодотворные! У нас похолодало! Холод! Вообще холод собачий! Мам ну в обед вроде было тепло и сегодня вышел с работы и я задубел! Привет дорогие Юля и Илья! Привет! Привет! Самое главное после града ничего не пострадало на огороде! Я так переживала! Угу! Все стоит прям вообще! Жесть! Во многих городах был град и сильный дождь! Сегодня бодренькие! Молодцы! В Казани тоже дожди! Дожди! Холодно! Теперь веришь что есть! Илья как от армии откосил? Я не откосил от армии! Я учился в университете с военной кафедрой! У меня была военная кафедра! Да у нас был вчера град прям с горох! Вот такой град падал! И я его теннисной ракеткой отбивал! Пил! 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 Среда самая... Самый холод будет! Ничего себе! Значит я пожалуй подожду огурцы в открытый грунт высаживать! Нет ничего не погибло! Наша Ленка прошла! Лена! Лена! Вы знаете я вам сейчас такую новость расскажу! Вообще я в шоке в пребывании! Помните я вам рассказываю! Индюк сидел на яйцах! Короче в перископе индюк! В каждом перископе у нас индюк! Ну нет! Ну я скажу просто! Ну интересно! Индюк сидел на яйцах! Вы представляете! Мы сегодня приходим! Он утащил эти все яйца в другое гнездо! Как он их перенес я не представляю! И сидит уже в другом гнезде! Опять таки все яйца на которых он сидел! Вот! Как можно было утащить! А там 4 индюка! Где там-то? А в гнезде! Мне мы когда ходили по климапску! Он ни одного не разбил! Дело в том что у него было 11 яиц! Так он их перенес в гнездо где было одно яйцо! И теперь у него их 12! У него какой-то стресс наверное произошел! Он же до этого не сидел на них! Ну не как бы! Ну это взрослый! Может это трансвистит? Индюк трансвистит! Ну у них бывает такое! Отклонения? Угу! Какой жарный индюк! Мам! Папаша! Думаешь да? А у него есть там это как мамаша? Подруга у него есть? Не видела? Ну а как же! Подруги то кругом ходят! Да! Какой разврат! У него там много подруг! Яйца утиные! Он сидит на утиных! Индюк чудит! Ага! В пакет сложи! И отнес их! Наверно! Точно! В клюве! Ну я вообще честно говоря! Мы сколько занимаемся птицей! Я такое впервые! Я тоже сколько раз развожу птицу! Это в моей практике только первый раз! Да? Угу! А зачем он на утиных яйцах сидит? Ну потому что они более как бы крепкие! Мы считаем! И чтобы он их не раздавил! Индюк то весом килограмм 15-16! Глупый индюк! Надо было одно яйцо себе катить! Не свои яйца! Привет всем! Ура! Ура! Это Марк! Он так интересно! Он появляется! И потом... Индюк? Нет! Марк! И исчезает! Вам экскурсии надо делать! Ой да ну! Да нет! Экскурсии! Это ж как бы... Крепость наша! Дом! Это ж крепость! Илья! В какой университет закончил? Кто по специальности? Я закончил Московский государственный технический университет МАМИ! Специальность управления и информатика в технических системах! Инженер широкого профиля! Короче! Вы представляете что хочу вам сказать? Мне снился буквально на днях сон, что я опять сдавал диплом! И тебе плохо? Нет! Мне как будто мне снится! У меня самый страшный сон! Завтра встречаешься с друзьями? Не знаю! Может встручаюсь! Ой! Встручаюсь! Не знаю! А почему завтра-то? Я завтра еду с ними общаться! А завтра какой день? Неделя! А ты не работаешь? После работы! Нифига себе! Если не устану, то и поеду! Вот! Мне снится один страшный сон! Илья нам своих видео-дом показывал! Ну, хотите узнать какой страшный сон, который меня заставляет потеть и просыпаться в страхе? Если хотите, поставьте плюс! Мама дома оставит... На домашний арест! Почему? Ну, что завтра я еду! Ну, это для меня, конечно, прям новость! Что? Я не знал, что ты поедешь-то завтра! Заставить на яйцах сидеть! Блин, товарищи! Каждый день на яйцах сижу! Вот я уже и вчера хотел от Лени! Думаю, знаешь, мне вчера встречаться с людьми! Я думаю, блин, не поеду! Чё ехать? Тащиться в Москву куда-то в жопу мира! Думаю, дома останусь сидеть на яйцах! А потом думаю, да ну на яйцах! Пойду! Вот! Индюк даёт! Ну, короче, сон снится! Что мне звонят из университета и говорят... Знаешь, чё, мам? Я её посадила уже! Люди звонят? А, звонят? Люди адекватные тебя спрашивают! Ну, да! Звонят и говорят! Знаешь, чё? Ваш диплом недействителен, надо его перезащищать! И я в шоке просыпаюсь! Ну, по чесноку я просто могу завтра залениться после работы и никуда не поехать! Если не заленюсь, поеду! Не заленюсь, не поеду! Тоже ютубера? Нет, не ютубера! Подписчики с канала! Не с цели гуха! Баллота будет наша! Если что, буду звонить! Алло! Чё это написано-то? Ооо! Какие-то интимные подробности кто-то пишет! Угу! Это был его... В блог, думаешь? Конечно! Где встречаешься? В Москве! Буду видеть на своём канале! Рады! Рад будут! Ой! А мы-то как рады! Тоже мы вам рады, но мы как бы не это... Улица! Улица! Бог ты мой! Я ж Москву не знаю! Какая? Я не знаю Москву! Мне написано где-то на листочке! В общем, короче, сам не знает, куда он едет! Ну, не сците! Всё хорошо! Илья, спасибо за подсказку ВКонтакте! Подключилась к вам в Перископ! Кстати, я хочу... Илья, смотрела твоё видео про покупки ски... А! Очень понравилось! Скажи! Скажи! Я, честно, не могу! У меня... Юля Леонидовна, как вы воспитали такого хорошего сына? Да это я сам воспитывался! Я пил ягоды горжи каждый день! Юля, как думаете, сейчас высадить томаты в открытый? Марк не успел! Прочесть и ещё повтори вопрос! Ты покороче формулируй! Ты пишешь прям... Понял! Поэмы! Пока прочтёшь, коротко и ясно! Тогда посадить в открытый игру! Тише! Тише! Хорошо! Всё хорошо! Сажала морковку в крахмал! Вы в итоге ничего не взошло! Особенные семена зашли давно! Почему? Морковку в крахмал она посадила! А, в этот... Кисель вы варили? Или в крахмал выпили? Это я не знаю! Вообще сходит очень хорошо! Кисель никак не влияет на то, чтобы морковка не взошла! Это мы! Вы знаете, я купила морковку Канада, я вам расскажу! На ленте! То есть я сама клею, а эту я купила и посадила! Вы думаете, у меня хоть одна морковка взошла? Я вообще в шоке! Посадила целую грядку! Вот сейчас я буду пересаживать! Вообще не взошла морковка! Вот так! Кого винить? Илюха! Сделай мне сигну! Меня все просят делать сигну! Ёшкин кот! Сигна это надо нарядиться! Угу! Настроить камеру! Скучно, когда мама советует! Не, не скучно! Почему? Короче, сигна это когда надо нарядиться! На листочке написать Васе или Маше и сфоткаться! Нет! Ничего не скучно! Это вот, короче, прикинь! И мне времени не хватает на эту сигну! Вот! Тоже пересела, сажала в грамоте! О! У нас 32 человека! Нас 33! Нас 34! Нет! Вы знаете! У нас два канала! И мы с Ильей всегда вот любим! Да! Мы обсуждали, что тебе скучно, когда я про огород говорю! У нас два канала! Но у нас зрители в тот же момент очень переплетаются! Сейчас не поздно морковь посеять! Я завтра посею! У меня есть мамины зрители! И у мамы есть мои зрители! У мамы есть! И тебе говорят, что когда говоришь дорого, что стоят видео плохо! Наоборот! Это жизнь! Гранулы тоже не всходят! Да! Тоже, к сожалению, они не размываются! Все-таки морковку лучше вот так сеять! Привет-привет! Просто он начинает такое лицо делать! Такое лицо делать! Да нет! Мы смотрим два канала! Вы супер! Спасибо! Это мое естественное лицо! Вы отдайте отчет, что... Ой, это блог телочку! Вы отдаете отчет, что в фигню порите? Нет, не отдаем! Нет, не отдаем! Мы ничего не отдаем! О! Смотрят! Видишь, все каналы смотрят! У нас 42 человека, товарищи! Мы в топе! И сейчас будет жесть! Привет-привет! Привет! Мы надеемся, что мата не будет! Мы надеемся, что мата не будет! Потому что за мат будем банить! Не надо! Потому что давайте общаться на хорошую тему! Меня зовут... Зовут маму Юлия Леонидовна! Меня зовут Илья! В открытый грунт томаты высадить! А то у нас еще... Града не было! Может геолокацию? Нет, нет, нет! У вас канал... У нас YouTube Family! У мамы канал и у меня! У нас у всей семьи каналы! Илюша, идет тебе яркий цвет! Классно! Вау! У нас 53! Здравствуйте! Боже мой! Кто вы? Мы сразу скажем! Мы видеоблогеры! Название! У мамы канал Просат Огород! В Асадуле! В Огороде! В Огороде! Канал Илья Импульс! Марк Томаты! Высаживай в открытый грунт! Пора! Стоп! Где канал Сюни? Сюни нет каналов! Сюни у меня на канале всегда! Ой! Поговорим о трюфелях! Купил семена! Около твоей мамы... А! Сколько твоей мамы лет? Маме лет! Не говорим сколько маме лет! Желаю вам здоровья! Мама у вас... Как канал называется? У мамы канал В Асадуле в Огороде! Что за трюфель? Ну, мне кажется, сразу же мы будем удалять, добавить черный список. Кто-то там, если кто-то что-то пытается такое... Какашку какую-то сказать... Вот! Ммм... Вот так! Мам, на 49 человек! 50! Привет! Ставлю... Синее сердечки маме под цвет кофты! Хай! Хаю-хай! С вами Иван Гай! Мам, знаешь такого Иван Гай? Да! Вы кто? Мы видеоблогеры! А вы кто? Блин! Сердечки нам поцелучки... Поцелучки... А мои под Илье... Под кофту Илье? Нет! Блокируем... Добавить черный список... Так! О, цветочки! Нас 60 человек! Кройто! Давайте не будем... Мам, ну ты расслабься! Я тоже блогер! Илюх, ты прикольный! Что настоящий? Без понтов! Как канал называется? У мамы в осаду Левогороди у меня Илья Импульс! У нас... У мамы, ты сколько подписчиков на канале? Ой, 166, по-моему... 166 тысяч! 166 тысяч! У меня только 15! Добрый вечер! 67 человек! Блин! Все, упадал... 61 человек! Ха-ха-ха-ха! Ну, у нас, видно, новые люди! Товарищи, кто из стареньких? Кто у нас давно... Привет, привет! Смотрит... Попишите нам что-нибудь, а то как-то... Шок! Блокируем... Шок добавим... Что у нас список? О, купили! Сегодня многолюдно! Привет! Ку-ку! Хай! Хай-о-хай! Я два раза! Мам! Чё ты на огороде-то растёшь сейчас? Когда мы будем есть? Огурцы будем уже дня через три! Огурцы будем! Общение кончается из-за новеньких! Илюш, ты такой сегодня стильный! это моя старая футболка привет из воронежа ты была в воронеже я не зачем я туда попал с мамой что ли это моя мама привет вы кто мы видеоблогера зачем ты блочишь тех кто даже не ругается но у них есть я ивангай хаю хай с вами ивангай это блочу ну потому что там было бывает попытка какашку отложить привет из тольятти кто как твою маму зовут мою маму зовут юль леонидовна меня зовут илья есть супруга конечно есть у меня три супруги скажите честно смотрите блок в ютьюбе дневник кихача я не я одно время смотрел мам даже не знает кто такой дневник хотя сейчас не смотрю дневники хочу маку отгадай как ты знаешь такого блогера дневники ну я слышал что ты говорил но я как томаты цветут круто вообще а в чем прикол с мамой сидеть мы общаемся с нашими подписчиками если вы пришли первый раз то вы просто не в теме и вы не знаете что мы ютьюберы и мы общаемся с нашими дорогими зрителями ты с кем это моя мама мы семья видео блогеров мы общаемся с нашими подписчиками знаешь канал девушки мотора не знаю ссори с мамой да с мамой семейный канал мы ютьюберы люблю твои видосы за то что они жизненные спасибо большое каких блогеров смотришь я смотрю разных джистин и каких молодцы привет передай вове привет маме привет и всего тебе хорошего ты позитив а афоня тв о боже мой афоня тв я пару роликов посмотрел мне кажется илье нравится о чем блог ведете у мам блог о саде огороде о готовке дети есть восемь детей мамы о чем твой канал ну как пропиарь свой канал нас 65 и люди не знают сад огород в общем-то так григорий шильд смотришь не смотрю вообще на ютьюбе очень много блогера и я оживился я потому что честно нервничаю потому что я жду когда какая-то мами привет твою привет потому что я на страже я палец приготовил чтобы в блог ставить если кто-то да вы откуда привет мы московская область город север привет так нервничать знаю знаю канал мамы твоей да мама у меня крутая звезда на работе что ли нет мы дома это у нас дом как дела как дела хорошо все твой любимый ресторан мак твой любимый ресторан какой как вас зовут зовут мамочку мою юля леонидовна меня зовут илюха кривое ухо вы самые красивые я ваш фанат очень приятно откуда эти люди нас 80 мама родная у меня живот закрутило ты немного необычный а по правде удачи вам в ваших каналах это нормальное мое состояние как урожай как погода погода очень холодно урожай все нормально будь внимательнее расслабляйся вы дураки блокируем добавить черный список люблю вас вы блог блогом живете не работаете работаем я индивидуальный предприниматель у меня своя школа танца я на пенсии сад огород как томаты цветут вы мама с сыном мы мама с сыном и мы видеоблогеры совсем не занимаюсь огородом но ваши видео обожаю как вы интересно рассказываете очень люблю смотреть так 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 приятно очень приятно ты же из серпухова видела тебя да я из серпухова передайте привет привет передайте привет диме лукьяненко пожалуйста дима лукьяненко юля почему не снимаете а птицы больше ну потому что времени как-то не хватает сейчас огород более так танцует и колье он у нас танцует вы кто кто мы видеоблогеры надо так отвечать почему ты меня заблокировал я же просто сказала что много людей ссори случайно заблокировал потанцуй пока молодой мальчик тверк танцы приветик ты красивый ой молодежно стильно молодежно ничего себе давайте же вроде же да давайте же ты знала что такое тверк вот тебе задание от зрителя я сколько тебе лет мне всегда 18 научи маму танцевать тверк классные видео спасибо как канал называется мамин канал называется вас саду ли в огороде подпишитесь на ее канал мой называется илья импульс подпишитесь и на мой канал классный спасибо кто твоя мама моя мама видео блогер ха 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 илюша илья твоя последняя песня очень красивая голос шикарный иди на кастинг голоса я отправился явку на нас у нас все очень хорошо мама тебе жену выбирать нет мы общаемся с нашими подписчиками разблокируй пожалуйста в с о разблокируем не в контакте напишите напомните спой но 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 на первую школу танцев может у меня все хорошо и без пиара в школе танцев если вы хотите танцевать приходите да я посадила арбузы как подрастут я сниму видео я тип и похож на зверю а на дня дня r avenue рождения-м Jason а пойма тибахами подожди матюкана задавить таракана добавить черный список ильюша все адмоих чего да я уже заблокировал конечно свою какую греи выбираете клубни маме что 90 лет блокируя добавить черный список а мы давай не будем конечно читать конечно клубнику сажаем и уже начала краснеть представьте что сегодня три ягоды увидела он блокирован добавить черный список спою ну выбирайте песню я вам спою какую хотите песню только шелковое сердце не знаю пьяное сердце скажу что я куда приходить тих как хорошо на природе у меня все вот за да клубнику волгограде уже едят за что ты так девушку блин наш мама когда дофига народу ты не можешь понять кто адекватно и кто не адекватно ну что ж тетя значит хоть тетя хоть не бабка черный пиар тоже пиар что-нибудь романтичное спой я уеду жить в лон ты решила и зима краю непорочная о звезды в небе горят когда ты рядом со мной тебе повторю спец песню джимили а я не знаю за что-то девочку в черный список кинул за того что она сделала комплимент случайно потому что очень мелко есть я кого-то случайно кидаю в черный список я пытаюсь на хейтеров на нажать пил и знаете как вы не это моя мама вы пати мейкер весело сегодня круто поешь спасибо большое крошка я могу еще с днем рождения по днем рождения любви до головокру о бигуди ты буди 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 где-то на бигуди на работу не ходи зачем тебе я мама мама иди спи в блок да добавить черный список напиши вконтакте куда завтра едешь здравствуйте здравствуйте ну ошиблась немного сто человек сегодня наплыв я знаю что ты любишь эту песню какую хорошая мама спой мне нирвана нирвана девушка моей мечты бигуди нирвана королева красоты у вас всегда такие посиделки первый раз у нас обычно спокойные посиделки у нас обычно 20 человек здесь у нас сотка только рюмка водки на столе и собака в конуре красивая спасибо нам зовут юлия леонидовна ты любишь кошек или собак я я всех люблю всех любишь а я больше собачку на саду ли в огороде посаду ли в огороде канал да привет из осетии осетия вай привет осетия что делать мама подписалась ездит только мама а вы знаете что у вас сын курит вы чё я курил раньше я сейчас не курю я вас смотрю очень приятно привет 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 твой любимый блогер мой любимый блогер курит я видела не трэнди как тебя зовут меня зовут илья а это моя мама юлия леонидова а мама знает что у него сын блок таракана дай конечно знает юлия спасибо за ваш ты в тренажерном зале занимаешься нет я дома качаюсь пускай мам с тобой споем давай сейчас когда приходит ночь и как вчера точь-точь мой день в тишине растает мне волшебница ну ты пою такую 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 я знаю ну ты знаешь лунная мелодия не знаешь в небе полночном давай давай в небе полночном в небе весеннем подолит а мы что разные с тобой поем какие-то песни почему ты куда-то не туда и я не туда гарно баба гарно гарно я согласна что за гарно баба гарно таракана не пропусти да блин блин вообще кошмар надо их давить их знаешь сколько сейчас набежит всего вам самого прекрасного пойти дуэтом давай споем дуэтом какую какую-нибудь хорошую две звезды две светлых по светлой светлый светлой забей на них твоей любви как невесомости мы не пьяные два голоса среди молчания небесном кроме звезды венчания маму с тобой окончания разные певец да я певец я подпевки работаю у ларисы долины какие же вы крутые спасибо навсегда прощаюсь я с тобой катюшу прощаюсь юрий спасибо за рецепт вафель очень вкусно очень приятно что вам понравилось а я вас не знаю вы кто мы видеоблогеры у мамы свой канал у меня вы из москвы мы московская область говор шинули пипец ну какой говно такой говор я наверное тоже этого таркана задавал какой спой цветут ли мечты небывалые да блин вам петели канал есть привет в саду или в огороде илья импульс все так же играет шарманка мама у меня качество забыла отдайте сына у моей хозяйственной нежной ой нет спасибо я уж как-то в своих ручонках сам у меня у меня хорошо привет передай матвею привет матвей привет и ты передай матвею привет название канала какое название позвони мне позвони какой канал в саду или в огороде илья импульс с украины привет украина илюша самых хозяйственных позвони мне да да отвечаю вопрос да еще какой позвони мне ради бога через время привет привет я люблю как для нас двадцать но если вы пришли то пожалуйста без матов и без оскорблений да давайте общаться на такой дружеской покажи пресс не покажу позвони мне по телефону мамуля красавица спасибо да есть в этом случае не успели да в контакте очень редко отвечаешь нет я всем отвечаю юля скажи шо ци робиш я могу сказать шо ци робиш шо ци токе матька на горилке батька на цибульке а тарасю дульку позвонишь кому я никому не звоню вы че покажите что сделать чтобы с тесси надо расплавиться и учиться твоя мама красивая Илья какой у тебя любимый певец панайотов и милаться супер супер вы такие милые редко когда мама и сын так общаются очень сегодня оживленно с Украины мы жили в Кировограде да мы жили в Кировограде но потом нас оттуда выгнали семь лет но потом в девяностых сказали уходите войска выводили россию и мы ушли оттуда можно к вам в гости вместе споем я с Крыма позвони мне позвони покажи пресс я не покажу пресс у меня его нет у меня жир извините я тебе сегодня звонил и застеснялся прости а я знаю мне часто звонят и молчат в трубку будет ты учишься ты учился в украинской школе нет я учился в русской любимый цвет мой наверное желтый зеленый твой ух ты какой кошмар вообще представляешь какой ненормальный человек добавить я вот таких я таких людей я таких людей как тараканов называю их давить надо так как блок так позвони мне по телефону не буду уходят потихоньку ну это хорошо и нас останется не но если адекватные люди останутся с нами да знаете поселок не знаю нет почему ура я сегодня съел курицу вареную и салат мне прям позвони мне позвони ну конечно я знаю да мам видишь ты у нас такая козочка гламурная тебе даже вон тринадцатилетний он предлагают любовь морковь то вообще сделайте челлендж он в крыму этот поселок пожалуйста не звони мам позвони ребенку скажите здравствуйте здравствуйте я юлианидовна ваш сын не делает уроки и предлагает мне ну кому позвонить у тебя телефон есть ну позвони ты еще никому я не позвонив у меня денег не на телефоне ну сделайте челлендж ну сделайте челлендж ну мы поговорим позвоните вот номер телефона чуваку позвоните как найти вас на ю тубе канал в Асадуле в огороде а у меня Илья импульс подписывайтесь на наши каналы у нас сегодня новые зрители и мы можем попиарить свои каналы можно хлебнуть цикорию и расслабиться почему импульс потому что у меня школа танцев импульс я как-то пришел называть канал общий канал и общего канала но как а у нас есть этот семейный посиделки где вы трансляции выгружаю а сколько подписчиков у мамы 150 тысяч у меня 166 простите у мамы 166 тысяч а у меня только 15 тысяч у меня канал я пытаюсь развивать ну мы твоя галактика вой 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 да богу да маме должны юля умеешь делать кончик конечно кубишь маму google канал 160 тысяч кнопка где-то серебряная не знаю это куда потерялась вообще не может не могут спойте что-нибудь юля сейчас ночью 10 градусов вы очень хорошие феодосии нет мы живем господи где мы живем сервис помидорной теплицы у меня открыты форточки в эту ночь я не закрываю что ты хотел спеть миладзе на небеса но сейчас скажу что я одного миладзе да это балабала балалайка просто балабала балабала балалайка ты вроде да ничего не помогает не заказывайте рекламу у других блогеров за дорогие деньги просто неоправданно просто сердце говорит ладно удачки вам спасибо вам музыка звучит вон я набежали набежали посрали посрали и убежали даже у игры сегняка круто ну да заказывал у игоря сегняка рекламу и уже сколько заказывал сколько 15 господи мобороны а может нельзя говорить 15 тысяч рублей джамал спой я с вами до последнего очень хорошо но это блогер снял деньги не почему них одинаковые прайсы у всех блогеров приготовить кулич на дрочах на дрочах ну у меня же видео есть аллилуйя 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 дат ультурю я relate- kadar алилуйя аллилуйя аллилуйя приз какюбил причу на кого она кого накинули на кого на нас как-то вас радует такая ничего не пахнет то пас радует что в маке салаты есть прикинь летом есть ты ходишь в тренажерный зал я дома занимал все слушать давайте я вам пока что не расскажу в тренажерку не хожу какие иностранные языки знаете вы откуда все воды куда мам пошла с сестру с дочкой поговорить знаю английский арабский украинский да шучу английский знаю хорошо я тоже дома качать он же 24 часа поет я 24 часа на работе пою можно попросить спеть не ангела романа я не знаю илюша отчетник готовить готовлю песни готовлю покажи телефон телефон какой твой любимый цвет мой зеленый телефон мы трансляцию ведем по телефону сейчас надо песни учить слова учить у меня вы знаете с памятью проблема не только поет но еще танцует через зеркало но это уж надо зеркало найти такой смешной такой смешной но хоть не дебил это приятно талантливый человек талантлив вас во всем какая любимая страна бог ты мой я не знаю сейчас пока что арабские эмираты бог ты мой кипр а как же россия ну я имею ввиду вы для отдыха наверно спрашивать какая страна россия для отдыха я не знаю можно и в россии отдыхать илья вы очень приятный человек боже мой спасибо спой а я не знаю долю долюшка долюшка не знаю вы меня спрашиваете какие-нибудь я не знаю песни вы меня спрашиваете какие-то шансонье ой ты борушка баранья как мы поменяем задний фон не молчи скажи мне хоть пару слов и они нашу спасут любовь мадонна ты будешь жить без любовь мадонна пересесть мне надо фон другой найти да не знаю мы как-то привыкли здесь сидеть я люблю меладзе слушать меладзе и панайотова знаете панайотова ну давайте угадай мелодию отгадайте мелодию не знаете вы чего он же крутой чё простыню повесьте сзади и все все вопросы уйдут ха 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 ну ты какой-то странный ты какой-то странный я знаю я очень странный выйду до выйду к дому сяду далеко меня видать сами вы странный прикольный в хорошем смысле панайотова этот вечер длится слишком долго знаете ну лунную мелодию знаете панайотова просто пересядьте на фон лестнице занятой человек боже мой сейчас 34 мы любим когда у нас трансляции 20 25 человек мы не любим вы попадать в топ потому что вы сами видели когда в топ попадает что шлака начинает литься что лучше прямо это встречайте васадулька в огороде в студию чё там нормально всё хитеры хитеры по каналу по каналу какая разница какой фон я тоже не понимаю спой песню я назову я птицу счастье твою отпускаю на ю ну мне говорят что я странный а кто тебе сказал что ты странный мама мне сказали что ты странный я вот ты знаешь я не понимаю если человек приятно вас смотреть такая милота если человек весельчак да позитив как говорится всё почему сразу говорят что он странный я не понимаю потому что он не такой как все он яркий ну как у вот ну как я обожаю ярких людей боже мой ладно пока удачи спасибо вам большое я обожаю ярких людей а вот это серая а записи из детства а записки с голубками всё летят ко мне из детства так говорят только да гопота так говорит господи гопота серая вот эта в драных носках а чё ты одел жёлтую футболку а чё ты очки-то нацепил ты чё пидар хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Весёлый Илюха Элюха А самый любимый и мне меньше 18 классная пололо смотрите у меня даже на спине это старая пололо видите там заяц бадит Юля когда будет новое видео Вы знаете вот сейчас Ух ты! А что по мне видно, что я занимаюсь с утяжелениями? Да, занимаюсь с утяжелениями. А что по тебе видно? Не знаю, что у меня спина здоровая стала. Может быть-то я вообще... Или что, у тебя протопаз спрашивали? Да, спрашивали. Как топаз? Песня, песня. Юлия, как помидоры цветут. Отлично цветут, Марк. Прям вообще. О, жду. Что это видео? Что такое? Не поняла. Что ждете? Что-то какие-то сердечки редкие летят. Давайте на три-четыре нажмем. Раз, два, три. Раз, два, три. Салют! Пасынки. Марк, частично. Удаляю все пасынки, которые около земли выборочно. Жду видео про протопаз. Очень, кстати, хорошее видео такое. Я только знаю, не пьяный, я знаю. Только шелковое сердце, шелковое сердце не пылает и не болит. А что такое пьяное сердце? Сейчас я вас смотрю и качаюсь. Молодец. А я после нашей трансляции пойду качаться. Качаю ноги, качаю пресс. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Знаешь такую песню? А салатные. Спать не пора. Спать кому-то пора. Спать кому-то пора. Удаляю по бокам теплицы в один стебель, в середине два и три. Марк, никогда в один стебель томата я не пускаю. Зачарованный. Смотрел фильм? Смотрел фильм? Это какой-то сериал был, помню, в детстве. Зачарованный. А фильм не смотрел. Ой, мам. Ой. Как хорошо. Как тихо. Как перцы у меня. Вы знаете, не очень. Потому что я их на улицу посадил. Вот этот град перебаливает. Ну, будет все нормально. Илюша сегодня фотки не кидал. Пропал. Сегодня что-то вообще. Нет. Это фильм там. Пана... Панайотов поет. Надо посмотреть, кстати, нет. Так. Приятно смотреть. У вас онлайн всегда смотрела. Позже. Скажи слова по-немецки. По-немецки. Я только родился в Германии. Больше ничего не знаю. Как вы сами поживаете? А не перцы помидор. С нами все очень хорошо. Все хорошо. Вот мы в перископе сейчас общаемся. Так. Как говорят. Да. Жизнь идет своим чертом. Так. На помидоры кончики скрутились и утолщились. Почему? У нас же перчики маленькие есть. Это очень хорошо. На баллы поет. Я помню. Ты все забыл. Давай сказал, любил. Да. Прут голубой. Вообще я в шоке. У вас есть? Коровы? Нет. Правильно. Коровы. Нет. Коровы на смерть. У меня две. Здорово. Здорово. Я корова. Ну так. Нормально. Хорошо. Я сейчас подумал, что ты какая там и там. Не болею. Все. Могу, что ты уже та звезда. Как здоровье? Ну так. Хорошо. Все. Хвост отваливается. Нет. Ну по мне ничего не видно. Все хорошо. Можете спрашивать. Можете спрашивать. Может ты задрючено-замученная. Вот по тебе спрашиваю. Да. У тебя все замечательно? В теплицу. В теплицу немного посадила. Всегда на улицу. ПО-У-ЗИ-ТИ-В. Да? Как же хочется собрать хороший урожай. Какой урожай? Не знаю. Да поменять там получилось. Знаете что? Выпал осадок на дно. Голубой. Вода зеркально чистая. А дно прям голубое. А мне вот не нравится. Что-то про Юлю написали не помню. Типа что вы про перши примотались к ней? Спросите как у нее дела. Слушай, ты прям как это. Как это. Как коза. У вас тут. Козел я. Теплица полностью. Да. Полностью с урцами. Курить или пить. Ни то и ничего. Ни то и ничего. Ни то и ничего. Нет. Ни то и ничего. Я не могу купить только фреши. 9 телят. Вы шутите что ли? Это шутка? Нет. Нет. У меня 12 телят и 18 телочек. Ой, у меня наш скопа телочек. Ох! В школе у меня телочек. Оооо. Не пересчитайте. Не счастье. Я вот думаю может в бассейн плеснуть. Ох! Вы что не делайте этого? Ни в коем случае. Это будет ваша ошибка. Я вон в пруд насыпала. А теперь не знаю что делать. Все осадком выпало. Я доил корову, бабы, люди. И как стадо временный перископ у людей есть. Да. Ну да. Под другой рукой доешь другой? Не, ну сейчас они отдыхают конечно. Корова отдыхают? Люди. Голубая вода. Ладно. Вода прозрачная. Идеальная. Дно. Одно все покрылось вот налетом каким-то голубым. А что поет? Адам. А это который вы мне скинули у иностранца? Коз 24. Ну это кто-то шутит. Конечно расслабься. Когда реагируешь. 48 у них коз. Угу. Все синее станет. Да. Вообще в шоке. Что сигну? Бог. Да что же он все ждет в сигну-то, а? Бог ты мой. Я наверное... Блин. Я не смогу сделать сигну. А что это такое-то? Ну это надо снарядиться, умыться, помыться, побриться и написать на листочке имя и сводкаться. Ну а реальность? Молодцы. Молодцы! Ну я жду. Илюша. Телочек посчитал. Хи-хи. О, и нет. Гад ни что не слышу. И нет, гад. И ничего не слышу не вижу. У нас раньше было две козы. Ну кто-то их увел. Ничего себе. Мне хоть ты волосатый был. Мне хоть ты волосатый был. Спокойной ночи. Кто-то спать идет? Спокойной ночи. Ой, голубенькие сердечки нам больше не будут лететь. Это бирюзовые. Юля, в старую деревянную теплицу. В старой деревянной теплице у меня живёт птица, Марк. Страусы. У меня живут индюки, индоутки сидят на яйцах. Мы её отдали птице. Так вот, нет деревянной теплицы. Зайчики около 37. Добрый вечер. У вас страусы, да, 18 штук. На работу на страусы еду. Ездим, запрягаем их, да? Сажусь на страусы и говорю, в школу танцев. И побежал, побежал. И страусиные яйца едем, да? Илья, не хочешь на канале выкладывать видео поделки? Своими руками. А что это такое? У меня в спальне тоже страусы. Так что, мам. Кстати, как ананасы? Пошли, нет? Фух, хорошо. А то думал, неужели там помидоры мучаются. Юля, пукони. Юль, тебе пукнуть, говорит. Пукни. Травы много в этом году, кошмар. Ой, травы уж. Что такое пукони? Не знаю, что. Травы кошмар. Передать не могу тоже сколько. Прям вообще ужас. Юля, пукни. Юля, ягоды и клубники сохнут. Это кто-то жрет. Это кто-то жрет? Вопросительно. Это вот, вы знаете, вот этот вот цветоед, долгоносик. Надо было обработать клубнику. А еще, мне кажется, ночью выйдете в огород, может быть, сосед жрет вашу клубнику. Вы не обрабатывали вот ягоды, наверное, поэтому вот такое происходит. Ну, а сосед тоже может жрать. Медведь. Да нет, это не медведка, это сосед. Капуста, нормально капуста, растет. Вот буду банки снимать под банками, лишнюю отстригать. Надо кроликов. У меня клубника цветет ненормальная, листьев мало. Обрабатывала искрой, не помогло. Надо же. Надо два раза было, два раза вы обрабатывали с интервалом 10 дней. Мы только у соседей яблоки берем. А мы тоже тырим у соседей. Перелезли, ведра взяли. Нет, соседи нам, когда яблоки... Мама на стреме стоит, потом говорит, шухер. Нет, когда яблок много, нам соседи через заборы, мы кормим птицу. Мы кормим птицу, мы рубим с отрубями, птичка у нас ест очень хорошо яблоки. Так что так, у нас яблоки не пропадают. Так. О, боже мой, опять блоха пришла добавить черный. Какой? А мы вишню, а ночью выйти... Ага, а ночью выйти и напугать. Да заблокировали этих блох. Да заблокировали. Поразвелось тут. А где дача? У нас не дача, мы живем в доме. Мы живем в пентхаусе. У нас семь этажей. В первом джакузи, в втором тренажерной, в третьем салон, в четвертом солярий, в пятом у нас парники, в шестом страусы. Не, ну а если серьезно, мы их сейчас... У нас такие цветы, которые расцветают. А, у нас тоже такие вонючкие. Как, мам, твой вонючий букет называется, который ночью зацветает? Вот этот, который? Каприфоль? Каприфоль. Ночная принцесса у них, а у нас каприфоль. А это не это ли, как воспече, вспомню. Ночная принцесса. Они вам яблоки, а вы им яйца через забор. Точно. Воняет как она. Каприфоль или принцесса? Принцесса, наверное. Принцесса, это не миробилиз ли случайно? Это какое-то народное название цветов. Вкусно. А, вкусно. Зум, ждет тебя грузинь. Каприфоль. О, ты каприфоль, женщин дорогой. Да сидит все, Марк. Сидит на яйцах, яйца в другое гнездо перекатил. Миробилиз. Да, Миробилиз, наверное, скорее всего. Он ночью распускается. В общем-то, да, пахнет очень так. Так, нет, еще ничего нет. Там еще ничего не... Про... Что прокисло-то? У вас есть... Любис... Да, есть. Илюша, снимай еще танцы. Просмотров много. Всем нравится. А ты с ним? Мам, господи. Так, а дела... А на пляже кто там ляжка медальгал? А, ну да. На пляже, да. Яйца. Ха-ха-ха. А в школе танцев где два я делался? Курей соседям. Как они ко мне перелетают? Ой, да курица они могут. Они могут. Да могут. Мы знаете, как забор с сеткой вверху натягивали, чтобы кур не перелетали. У нас в городке жили, у нас на пятом этаже чувак жил, он на балконе кур разводил, они у него с пятого этажа прыгали. Куры летают, еще как летают. Да, я говорю, вот у нас это, с пятого этажа курица прыгала, а потом во дворе бегала, я помню, ребенком был, и ко мне вечно подбегали, говорит, Илья, это твоя курица? Я говорю, не наша, наша в сарае. А мне все курей тащили. Ржете? Ага. Вот так. Видите, как у нас сегодня весело, да? Да вообще. И это мы не включали геолокацию, откуда эти все люди были? Я захотел цикорию. Я пью цикорию. Да. Курятник по соседству в нашем... В нашем зале. О, не знаю, у нас не пахнет это. Ну, здравствуйте. Ну, что, прямо у нас в доме пахнет? Нет, нет, ну, у нас, потому что далеко курятник. Да, ну, у нас петух на крыше летел, 24 человек, и все спокойненько, не говорите, вот, песня, да. Ой, не знаю, бог ты мой, как вспомню, как летом в деревне, когда еще дедушка. Ильюша, еще раз скажи. Ну, а я что скажу, как летом, помню, когда в деревне приедешь, господи, утром проснешься, босиком выйдешь в какашку, как наступишь. Что было до этого, что случилось? А там много людей было, которые нас не знают, и мы это. Вы кто? Мы видеоблогеры. Это мама. Это жена. Это жена. Это старушка. Это пидор. Это пидор. Это гей. Это гей. Потому что все, вообще, вы нормальные люди, да. Да. Так, в записи посмотрю. Грязнули. Не чистят, может. Откуда они появились? А мы сами не знаем, откуда они появились. Появились, видишь, вы такие, я тебе говорю, мне прямо представляет, это как будто у нас какая-то вечеринка, и люди левые пришли, натоптали, натоптали и ушли. Индюшки кричат? Нет, индюшки никогда не кричат, если их не беспокоит, и если они сыты, тихо очень. А если они знакомые подходят, они так делают? Они начинают терпеть. Да, если их вот подходит, они... Как у вас стра... А, у вас страус не... Мам, ну откуда же? Ну ты же сказал. Туса была, в общем, пропустила всю тусу. Господи, тебе повезло, что ты тусу пропустила. Туса была действительно. Только блокировали. Туше усиливали, да? Перископ, модераторы какого-то перископа должны придумать какую-нибудь, как там это, чтобы там это... Да, чтобы да, вот так, действительно. Или там хотя бы ключевые слова какими-нибудь вбивать, чтобы это... Прямо, чтобы в помойку-то не превращать, да? В какашки это к деньгам. Бог ты мой, я помню, в институт вышел, слышал? Хорошо, можно пересмотреть туса. Короче, я в институт т-та-та проснулся, помню... Или ей понравилось туса? Да не понравилось, я очень напрягся. Это, короче, в институт вышел и пошел на автобусную остановку, и меня голуби засрали. И я стою весь в какашках голубинных, и раздумаю, или на учебу идти весь в говняшках, или домой развернуться. Конечно же, я развернулся домой и пошел спать. Какой торт любите? А, какой ты любишь торт? Я все тортики люблю. Я никакой не люблю. Ха-ха-ха. Ну как ты не любишь-то? Ну что, я не люблю. Ну раньше ты же ел тортики-то. Ну, я... Голуби тоже неплохо. Киевский. Киевский вообще вкуснятина. О! И птичье молоко. Да, я не люблю. Они нашли вас, скорее всего... По хэштегам. Теперь можно трансляции искать по названиям, хэштегам. Наполеон. Наполеон. А я люблю право. Ну, я вам хочу сказать, я все эти тортики люблю. Господи, да вы любите... Киевский супер. Киевский супер. Мне тоже один раз. А мне один насрала перед встречей важной. Прям по всей штанине. Кошмак. Вот бывает такое, да? Огурчики, Марк, ну где-то дня через три уже будем есть. Я сегодня посмотрела, такие уже нормальные. Илюша. А шоколадный, Ленка, вообще не хочу. Сметаник. Вот сейчас говорят про тортики. А я вообще, мне как-то прям вообще что-то, знаешь, мне прям... Ну, раньше ты ел. Ну, ел, но сейчас у меня нет такого, что, знаешь, слюной брызжи. Ну, ты уже, наверное, все. У меня все, адаптация. Адаптация к тортикам, да? Тортик. Ну, и тортик, и тортик. Ну, а я вот тортик съела, ну. Я тоже так же. Как же так же? Не ешь тортики, что ли, Марк? Ой, тортик. Да если медовик там наш, то вообще вкусно. Илья, молодец. А нам нельзя. От тортика растет задница, бока, щеки. Все растет. Через три дня огурчики соберут. Ешьте больше огурцов. И я соберу через три дня. Пейте квас, делайте окрошку, мурцовку всякую. Не люблю многих блогеров за их фонты. Типа я пользуюсь только люксовой косметикой. Господи, дайте показуха. Вчера сметанник делала. Вкусно тоже очень. Все-таки листья. Листья огурцы, можно борные, может борные. Но вы попробуйте не борные, а купите именно для огурцов удобрение. Именно для огурцов. Привет, девчонки. Сегодня я вам расскажу о своей уходовой косметике. Мне огурец закопать не дали. Сожрали. Ой, какой кошмар. Класс. Тоже очень. Чувствуешь себя какой-то бомжикой. Это про блогеров. Ну, потому что, знаешь, они там. Посмотрите, девочки, это вот этот опробник L'Oreal Lancome D152. Но он стоит недорого 18 тысяч. 18 тысяч это губная помада. Этот блеск для губ всего-то стоит 35. А лохудры вы смотрите, да? Облизнитесь. Короче, есть такие блоги. А зачем закапывали? Ну, это такая примета, чтобы урожай был хороший, собрать огурцов. Это старая примета. А если кто-то его раскопает и сожрет? Ну, как его раскопает, если ты его закопаешь. А если кто-то подглянет, куда ты закопала? Водочка под огурец. О, какой, смотри-ка. Какой вод? Ахахаха. Это про это. Лохудры что-то типа это. Тестер-тестер-косметика. Он же ему 18 лет. Нет, а он водочку под огурец. По губам тебе огурцом. И водку на голову. Огурцом по губам. Так, на первый и последний закопать пойдет? Нет, надо именно первый. Илюха, приятный, что все правду говорит. Да меня вообще обозвали, говорят. Илья, ты так часто говоришь, что вещи дорогие, ты, наверное, бомж. Я говорю, ну ладно, бомж так бомж. Нет, ну если они дорогие. Не, ну что обычно в магазине. Да, ну детей даже спрашивали, приходят. Я говорю, почем рюкзак? Они мне полторы пищи. Я такой, ооо. На следующий год 25 огурцов на одном месте зайдут. Ха-ха-ха. Да я вообще не слушаю. Не слушаю, брата. Илюша, помнишь видос... Про баночки твои? Я хочу еще раз снять, Ленка. Какой-нибудь... Про пустыри баночки? Нет, что я тогда... Ой, девчонки, вот это там, допустим, я снимал видео, что... Ну, это старые твои, собственно. Это моя новая туалетная вода, а там дихлофос. Там что-нибудь... Из того огурца. Угу. Которые закопали. Полтора... Очень дорого. А, не очень дорого. Как по мне. Не, ну, знаешь, рюкзаки бывают... За треху, если рюкзак, он должен быть бомбезный. За полтораху тоже нормальный. А когда там смотришь, тряпка сшита... Про бороду как выдирать, а как... Ну так, подождите. Когда тряпка там сшита молнией, и это называют рюкзаком, я считаю, полтораху это дорого. Вон, я, допустим, покупал за полтораху Nike, но он качественно сшит. А бывают рюкзаки. И пересматриваю твое видео, когда ты блины жарил. Офигенные вообще. Ну вот, за тряпку максимум 500 рублей. За что, за тряпку? Ну, типа, если рюкзак стрёмный. А мы сегодня... Мама наша купила такие тапки себе моднючие, не хотела покупать. Я ей говорю, покупай. Они в цветочек, мам. Клёвые. Ой, хорошо, удобные такие. 390 рублей. Уа, по-божески. Да, ну, очень удобные. Когда готовить будешь на видео. Какого цвета? У мам тряпки... Ой, тряпки, говорю, таки. В цветочке какие-то розовые. Розовые какие-то. Готовить на видео. А мне про хумус нравится. Нравится прикольно. Вчера в записи смотрела перископ. На славу дался портрет. Ага. Покажите. Кстати, хотела спросить, не покажете. Не покажете? Я шлёпки брал охрененные за 250 рублей. 250, ага. Глаза. Завяжите. Зачем? Марк что-то говорит, глаза завяжите. Зачем глаза завязать, Марк? Это что хочу сказать? А я видео сегодня буду монтировать. И рот откройте. И что дальше? Ой, я не могу. Тапки в студии. Ой, на задорке мне идти надо. Идти неохота. Тапки в студии. Я как-нибудь сниму маму подпольно в тапках. В тапках, да? Я шлёпки купила за 5. Жаба давила. Очень понравились. Но я могу кроссовки купить за 5 500. Это вверх потолок. Покажите. Жом. Что за жом? Нет, дом мы не показываем. А, дом? О чём вы? Нет, конечно. Зачем? Нет. Вы знаете, какой там бардак? Это же вообще кошмар. Нет. Там чёрного условия. Да нет, мы не показываем дом. Нет, мы не показываем дом. Потому что... Может, вам ещё бельё показать нижнее? Мам. Покажите. Глаза завяжите и рёд. Поговорите. Ха-ха. Ха-ха-ха. Привет. 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 Сейчас уйдёт она. Мы её испугали. У нас когда новые люди такие... А мы... Привет. Привет. Странный Марк сегодня. Он, наверное, гурцов объелся. Вы знаете, что такое... ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Образ жизни. Это про меня. Газета есть такая, ЗОЖ. Очень странный. Илюха, оставайся всегда таким. Но некоторые начинают нормально, а потом... А потом? Некоторые начинают нормально, а потом... Браво. Браво. Перегрелся Марк? На солнышке. Шо? Мама? А это кто-то девочки... Девочки, что-то они там между собой. Видишь, там, когда помидоров цветущих перенюхала. Наверное. Мама справа. Это моя мама. Да. Это моя мама. Цветов обнюхался, мама, помидорных. Я знаю. Пишут. Ха-ха. 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 А потом? На хромой кобыле не подъедешь. Это про блогеров, что они начинают такие... А я понимаю. Ой, вы мне так все нравитесь. И вы такие классные. Як справи? Ой, мы не понимаем украинские. У меня уже помидоры висят, они цветут. Как-то они у тебя висят, они цветут. Юля, а вы удаляете большой цветок? Вы знаете, я не удаляю, потому что в принципе в салат порезать потом можно и такие помидоры. Но если вам нужна эстетика, удаляйте. Это между... Видишь, если там собачка нарисована... Мы живем с... Нет, это не нам. Вот я тебе говорю, вот видишь, вот этим путают, когда люди между собой начинают общаться. Как дела? Ну кто есть уже? Давайте сейчас научу. Потому что видишь, это ты будешь считать, а это вопрос вообще не нам. Ну это Марк пишет. Нет, это вот все нам, да. А когда там будет такая собачка нарисована, это они между собой тусуются. И вот тогда, помнишь, я в блок поставил девочку. Вот видишь, это не нам. Мы П. Это мы ничего не понимаем. А мы обычно блокируем, если между собой начинают... А вы откуда? Вы откуда? Мы Серпху. Московская область. Я обычно блокирую, если кто-то там... Пример. Что пример-то? Что пример-то? Пример, пример. Всех в бан. Всех в бан. Был. Пример был. Был, да, был. Пример. Чего пример-то? Не знаю. Был, был, был. Но главное был, да? Вот видишь, это опять не нам. Вот этого чувака можно заблокировать розового. Я с Украины. С Украины, прикольно. Мы раньше жили тоже на Украине. Да, мы жили в Украине. 7 лет. Вы смешные. О-о-о. Спас. Это хорошо, что мы смешные, да? Конечно, хорошо, что мы смешные. Не-не-не-не-не-не. А? Не будем блокировать. Не будем, ладно. Не, просто я говорю, когда вот между собой. Как в России. В России все хорошо. Прекрасно. Все замечательно. Но не грустный. Второй аккаунт заблокируйте, не переживу. А, аккаунт заблокируйте, не переживу. А, вы, кстати, напишите, кого там разблокировать надо. Илья. Что-то там. Что-то там. Как-то бам. Каких-то. Не, ну вы представляете, они будут между собой общаться, а мама будет там это, на вопросы эти отвечать. А это не тебе вопрос, а ты так отвечаешь. Очень, вы знаете, очень. А мы, раньше так и было. Они между собой чатятся, а мы, ну да, а потом вообще не понимаем. А не про котов, то про мужа какого-то убийцу. Я люблю Россию. Да, я тоже люблю Россию. Я люблю Украину. У меня прям детские воспоминания из детства, а в Украине очень теплые. Мы жили в Кировограде, и у меня прям детство прошло в Кировограде. Илюша, когда... Сегодня, Ленка, буду загрузить, потому что смонтировал. Сейчас поделаю видео про посылку. Я люблю любить. Я люблю любить. Как папа? Хорошо, папа. Папа сейчас телек смотрит, на диване лежит. Нет, папа сегодня, знаешь, какой прям блокад Ленинградцев проделал подворцы. Да. Вообще класс. Подворцы сажали. Угу. Вчера три видео смонтировал. Да вообще жесть. Жду сильно. Да что ж такое-то, он все ждет-то. Ну жди, жди. Я, наверное, вконтакте. Лиля, а у вас новые видео. Мам, ага, отвечай. Два видео про топаз подробно выйдут. Как ты прописан на ютюбе. Вбей Илья Импульс, и там найдешь меня. Илья Импульс. Мам, вот у тебя есть. Иногда тоже мне пишут. Ильюха, когда будет? Фейсбилдинг. Надо устроить как-нибудь. Ну-ка, подробней про блокаду. И потом видео сниму. Это мам тоже мне пишут. А почему мамы видео не выходят? Мне кажется, у вас сейчас видео выходит. Мне кажется, да. Дело в том, что мне кажется, прям то и дело, да? Ну не то, что там не раз в неделю у вас в неделю где-то два-три видео выходят. Два-три видео есть, да. Это я каждый день клепаю, потому что у меня стимул нет. Хотя бы двадцать тысяч подписчиков набрать. Нет. Недолго не было. Я спал. Я стал находить на участке гусеницы, огромные, которые уже с бабочками. Как избавиться. Ну только химии. А что-то упустило, у меня вроде... Напоминания стоят. Угу. Про морковку было последнее? Очень редко хотелось бы, чаще смотрел. Илья Меняев. Только смотрел ты в Ютьюбе. Я только смотрел. Ты в Ютьюбе Илья Меняев. Да, Илья Меняев. Точняк. Ха-ха-ха. Блин, я пиарщик еще хренов. Но Илья Меняев вбейте. Илья Меняев или Илья Импульс вбейте, и вы найдете там меня. Но я сейчас Илья Меняев. Меняев вбиваю. Надо... Надо к ста. Надо к ста. Шлак начинается. Не благодари. О, Марина какая-то подписалась на меня. Кстати, давно хотела спросить, что за импульс? Импульс – это моя школа, любимая моя, любимая мое творение. Моя жизнь – это моя школа танцев «Импульс». Самая замечательная, самая добрая, самая позитивная, в которой занимаются самые лучшие детки. Илья, начни выкладывать, пожалуйста, рецепты, полезные и вкусные. Бу-бу-бу-бу. Работа и галактика. Рецепты. Видите, вы мне хотите рецепты, фейсбилдинг. Видишь, сколько идей. Готовку. Ну, рецепты, рецепты. А что я могу рецепты? Салат могу спарганить полезно. Из меня еще такой готовщик. Мам, чё, на походу дело надо. Угу. Давай, мы тебя любим. Я вас тоже люблю. И мамочку люблю. И мамочка меня любит. Угу. Но мама мне открыла недавно тайну. Она сказала, что я не их ребенок. Ты работаешь. Тун-тун-тун. Она ему или... Своя школа. Это моя лялечка. Это моя школа. Я открыл ИП и открыл свою школу. В каждом городе у нас тоже есть импульс. Ну, видно это. Я так думал, что... Всё нормально. Да. Мне кажется, в каждом городе. Есть импульс. Я думал, что я редкое название придумал, но я... Ну, как бы... Импульс. Потому что И это Илья, М это Меняев, Пульс. И маму мы учили. Ну, вкладка какая-то. А ты что думала, прическа Сергей Зверев? Это ты сам открыл? Сам открыл. Открыл ИП. Пенсион, налоговый и всякое. Коль Ленарин. Можешь снимать? Или... В саду зелень. В саду снимай. Красиво зелень. Ага. Индийское кино. Прямо. Прямо. Это мы или нет? Не, ну что я говорю? Я не ваш сын. Ну, так что про усыновление? Да это он шутит. Я думала, шутишь. Ты вы что? Не шучу. ИП это, знаете, какой геморр. Платить налоги. Пенсионную. Это вообще... Побольше в саду, он говорит, снимай. Это буду снимать в саду. ИП это вообще... Блин, это тяжело. Конечно, ИП. Вы что? ИП. Вот так. Завтра выйду в сад. Вообще. Ой, сгугурили пол двенадцатого. Сердечки летят. Пора. По грядкам ходи. Марк, Марк шпион. Я буду Марку. Ага, сейчас по грядкам тебе, Марк, ходи. Псс, псс, псс. Пускай говорить. Вообще. Сливать информацию. Держимся 12 минут. Втихаря маму снимай. Да, какой ты. Стоит игра свеч. Если вы настроены в это, в работе. Работать, а не жопу просиживать. Если вы уверены в том, что вы будете каждый день работать. Вы не будете лениться. Не будете ждать манны небесной. Не будете надеяться на Васю, Колю, Любу, Машу, что они вам помогут. Тогда не открывайте. А если вы уверены в своих силах. Папу втихаря снимай. Ага. Если вы уверены в своих силах. Если вы знаете, что вы будете пахать, плакать, подниматься, опять работать. Что открываете? Назови Илья. Илья Меняев, индивидуальный предприниматель. И пи-пи. Иду к тебе работать. Я иду к тебе работать. Ну, к сожалению, вы, мне кажется, у меня, знаете, сколько много преподавателей было, но все хотят все и сразу работать, не хотят. А в школе танцев пашу только я, как лошадь. И у меня ее-то связь хреновая. Хреновая. Я вас обожаю. Клево на корабле. Угу. И БП. И я бухгалтером. Ой, у меня бухгалтеры приходящие и уходящие. И, к сожалению, бухгалтеры... Золотые слова, Илья. И это вообще, знаешь, как вообще. А столько людей приходило работать. Я говорю, а что вы умеете? А как вы планируете работать? Уборщиком. Уборщиком. У меня и был человек, который работал уборщиком. Потом стал работать... Сколько за аренду платите? Очень-очень много. Зал очень маленький, но очень дорогая аренда. Очень дорогая. Приходится работать днями и ночами. Приходится работать и летом, и осенью, и зимой. Без выходных. Каникулов нет. Без выходных. И надеяться не на кого. Приходится надеяться только на свои ноженьки любимые, на себя своего любимого, что я работаю. Боже мой. Да. Не... Вот так. Йота Перископ плохо тянет. Тоже страдает. Ну нет, у меня было до этого Йота. Ну да, так подтормаживает. Куда Марина Испенза пропала? Не Испенза, Испенза. Какая Марина? Марина. Марина. А, это... Илюша. Аферы бизнеса разные от работы. Ага. Трудоголик один из всех. Но все равно большой. Больше же получаешь, чем когда работаешь на кого-то. Это... Бог ты мой. На днях буквально у меня был загон, потому что можно найти и хорошую работу на кого-то работать. И получать хорошие деньги. И не думать, что там платить налоги, идти отчитываться в пенсионные, беготня с документацией. Так что... Порой работаешь, самое главное, чтобы не в минус. Да. Вот я тебе говорю. Вот, понимаешь? Чтобы не в минус. Я уже так... Я просто эти мысли гоню, но у меня есть такие бывают мысли. Вот. А живешь от аренды до аренды. Да, аренды до аренды. Да, действительно. Вот так. Переверните камеру. А как там? А зачем? И что? Нам так удобней. Просто перископ обычно вот так. Жду сильно. Обычно вот так ведут. Но ее потом выгружать его неудобно, потому что мы будем на Ютюбе вот с таким квадратом. Угу. А нам нет. Угу. А вы тоже, наверное, можете как-то экранчик пилинуть. Если бы было хуже, чем на дядю, тогда бы он ушел. А я просто ничего делать не умею. На какого дядю? В бухгалтерию идти? Я люблю танцевать, я люблю творчество. Идти в офис перебирать бумажки я не хочу. И я буду работать до тех пор, пока работается. В 2008-й ИП плохо было. Сейчас все хуже и хуже. Да, сейчас все хуже и хуже. Это твоя жизнь, танцы. Иди ко мне. Эх. Не так хорошо. Комментарии закрывают картинку. Понятно. Это нам надо что, в следующий раз вот так вещать? ИП в нашей стране не дадут. Вот согласен индивидуальным предпринимателям. Да, народ любит считать чужой доход. Не, в плане и народ любит считать чужой доход. И это нормально, я говорю. У меня даже приходит иногда устраиваться на работу. И я, кстати, теперь буду спрашивать, сколько вы хотите получать? Вопрос. И они обычно должны ответить. И потом вопрос. Сколько вы хотите работать? Потому что многие хотят прийти в школу танцев и работать всего один час и получать золотые горы. А это не бывает. И вот, и правда говорят, что не дадут индивидуальным предпринимателям заработать. Обложат налогами. Всякая хрена от него. Придумают все что угодно, да? Кассовые эти аппараты. Наоборот, не закрывают, а когда вертикально закрывают. Так не понял, вам нормально нас видно, если мы так вещаем? Это вроде всегда было нормально, никто ничего не говорил, да? В каждой, в любой, запомните золотое правило. Нормально. В каждой работе надо работать. Надо прям работать. Не надо надеяться на какого-то там, что вот у вас даже в торговле. Ой, у меня сейчас кто-то там придет и купит что-то прям все. Никто у вас ничего не купит. Надо работать, работать, заработать. И надеяться только на свои силы. Я это понял со временем. И как хорошо, что я это понял. Правильно? Кто? Раньше думаешь, блин, ну ладно, может кто-нибудь поможет. Ну потому что Илья вот тоже мне иногда задает, допустим, вопрос. Юля, куда вы столько сажаете? Неужели вы это все съедите? Ну зачем задавать такой вопрос, если ты заведомо знаешь, для чего я столько сажаю? Вот я не понимаю, зачем задавать такие глупые вопросы, да? То же самое. Это то же самое, что как бы, да, считают. Вы молодцы. Спасибо. Вааа. Ой, спасибо. Что-то я начинаю затекать. Затекать? Обтекать? Обтекать? Какое слово ужасное. Ужасное. Я начинаю отвечать, что надо столько, сколько в нас влезет. Да, наверное, точно. Так. Илюша, что стоит заставить? Илюша, чего стоит заставить работать нормально? Если человек не любит работать, то он не будет. Какой чай любишь? Ой, не знаю. Да что же это такое, а? Сигну. Сигну, сигну. Все. Как-нибудь напишу сигну. Была ИП, теперь работаю на дому. На тетю. На тетю. Счастлива. Огород под боком. Видите, как клево. Вот. Завтра. Сколько обычно зарабатывают преподаватели в сфере фитнеса и в сфере школ танцев? Работа у них не оклад. У некоторых школах почасовая оплата, в некоторых школах оплата с каждого ученика, который к вам приходит. Если вы хорошо работаете, востребованный преподаватель, если вы любите свою работу, у вас много групп, на вас люди идут, вы ценный сотрудник, то вы зарабатываете хорошо, потому что вы и пашите очень хорошо. Если у вас много амбиций, вы не любите работать, вы ведете только одну группу, вы считаете себя звездой, но, к сожалению, народ на вас не идет, но вы считаете, что вы очень крутой или крутая. Переносите занятия. Переносите на занятия. Нет стабильности. Нет стабильности. Мама уже тоже в теме. То, к сожалению, вы работаете плохо и зарабатываете мало. Это уже все. Это уже все. Это уже, блин, это уже мы знаем все. Знаете про дичь? Дичь. Дичь. Вы ходите на занятия? Не, мама просто знает все про мою школу. У меня охотники. Илья очень хочется к тебе пожелать счастья огромного. Спасибо большое. Не, ну на самом деле, да, спасибо вам большое. Спасибо за общение. Спокойной ночи. Вы были в Черновцах? Нет, не были. В Черновцах. Нет, не были. Тоже можешь спать? Да все, да, уже все спать. А у вас бани есть? Нет, у нас нет бани, потому что после пожара мы баню не хотим. А маме тоже счастье полное ведро. Да есть, на самом деле, мы как бы очень счастливые. И очень все хорошо. И мы желаем всем счастья. Да, видишь, уже все. Спокойной ночи, хороших снов. Илью, у тебя хорошее зрение. У меня минус один и минус один, поэтому я иногда щурюсь. Так что... Спокойной ночи. Да, мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Крепко вас обнимаем. Спасибо, что были с нами. Мы очень рады. За хорошее общение. Да. Сладких вам тоже снов. Чава какава. Пока. Увидимся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok